Эфир нашего телеканала продолжает автограф дня. Добрый вечер, я Алексей Шемякин и мои коллеги готовы подвести информационные итоги четверга 31 января. И в начале сессия местного совета поселка Сия, что в Пинежском районе, закончилась дракой. Так тихо и малоприметное местечко прогремело на всю область. Это ты провокатор-то? Ты провокатор-то? Один из участников инцидента, депутат Иван Зимцовский, он был против того, чтобы заседание снимали на камеру, а местные жители таким образом хотели выяснить, почему им не дают создать свое ТСЖ, а также установить теплощетчики. Но депутат Зимцовский был категоричен. После публикации видео в соцсетях мнения разделились. Многие все считают случившейся провокацией, но активисты намерены обратиться в правоохранительные органы, ведь сессии здесь срываются регулярно. В этой ситуации можно сказать с уверенностью только одно. В такой обстановке решать проблемы поселка точно не получится. Следственным отделением регионального ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жителя Котласа. Он обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ, которые запрещены к свободе реализации на территории России. По материалам следствия, злоумышленник заказал их через интернет в Белоруссии. После безналичной оплаты заказа посылка с растворами, содержащими тестостерон и балденон, незаконно перемещена через государственную границу Российской Федерации почтовым отправлением. Впоследствии она получена правонарушителем в местном почтовом отделении. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Новый скандал в Урдаме. Активисты, противники проекта ШИЭС, шумом ворвались на встречу его сторонников, которая проходила в местном ДК. Противостояние чудом не переросло в открытый конфликт, в результате которого могли пострадать люди. В зале урдамского ДК «Аншлаг». На сцене министр природных ресурсов Александр Ерулик и представитель московского инвестора. На зрительских местах 200 человек. Это встреча со сторонниками строительства экотехнопарка ШИЭС. Проходит она при закрытых дверях, за которыми остались противники проекта. На повестке. Актуализация информации. Новая схема обращения с отходами. Результаты проведенных на ШИЭС и изысканий. Суммы и механизмы прихода инвестиций в район. Внезапно в зале гаснет свет. Как потом выяснится, без электричества остался не только поселковый ДК. Обесточены жилые дома и часть социальных объектов урдамы. В зале об этом не знают, но расходиться не собираются. Встреча продолжается в темноте. Из-за освещения на камерные и телефонные фонари. Через 30-50 лет что будет с упаковкой, которую будут захоранивать? Не разложится ли она? Не уйдет ли все в грунт, опять как обычно? При использовании нашей технологии, где мы каждый слой упакованного материала пересыпаем грунтом, эта пленка будет стоять больше 30, я думаю, даже 50 лет. В дальнейшем предполагается, как обычно, рекультивация любого такого объекта. Проекта «Экотехнопарк-6» предусматривает 500 рабочих мест для жителей Ленского района. Значит, получается, а жители Яринска могут ли устроиться на станцию ШИЭС на работу? Мы будем рады, если на нашем «Экотехнопарке» будут представители Яринска, Урдамы, Ленского района и всей Архангельской области. В зал врываются противники проекта ШИЭС. Я зашел на ***! Это место населения! Они не скрывают возмущения, поскольку уверены, здесь, за закрытыми дверями, проходят официальные публичные слушания, на которых будет дано одобрение проекту ШИЭС от имени жителей Ленского района. Вы что на такое устроили? Вот я привезли! Откуда вы все? Вас дезинформировали, пытаются объяснить агрессивно настроенным урдамчанам участники встречи. У любого проекта есть сторонники и противники. Здесь информационная встреча сторонников, которую приехали освещать журналисты региональных СМИ, федеральных сайтов и блогеры. Но обстановка наколена до предела, диалог невозможен. Внимание всем! Аккуратно, фотографируйтесь всех, выходяйте! Почему, что ли, вы там не вызвали? А вы вообще кто уже урдамчанин? Что урдамчанин? Я тут коллективного вижу. Уже спрятался? Подобравиться! Вашу провокацию вылетворять в таблинура! Камеру вылетворили! Камеру вылетворили! Камеру вылетворили! Ты штрих-брейкер, вот и все! Ты и нашим, и вашим хочется вылетворили! Уезжай лучше отсюда! Уезжай тебе тут жизнь! И тем не менее, часть жителей Ленского района уже трудится на станции. Узнать об условиях их труда, оценить масштабы работ туда отправился Александр Ярулик. С министром и журналистами рабочие общались, спрятав лица. Им еще жить в районе. Все платится вовремя. Устраивает вахта. Очень удобная. Подтверждается, что есть болото, грунтовые воды. Выкапывается в основном глина с углина. Пригодно ли выбранное место под строительство объекта? Не станут ли его заболоченность и заводненность причиной экологической катастрофы в регионе? Эти вопросы волнуют и сторонников проекта 6. Есть изыскания, которые проведены на этом объекте. И уже специалисты по этому поводу высказались на основании данных, полученных в результате изыскания, что возводить в данной местности объект можно. Увидел, что на самом деле делаются погрузочно-разгрученные зоны. Две площадки делаются по всем нормам. То есть отсыпан ПГС, и ХПС, и выложены плиты. Представитель московского инвестора подтвердил. И подготовительные работы, и сам объект в дальнейшем будет строиться в строгом соответствии с проектом. Кроме того, москвичи хотят вложиться в дороги, мост, водочистные сооружения, школу и больницу. Реализация части мероприятий была начата уже в прошлом году. Так, в рамках соглашения в декабре 2018 года из бюджета Москвы в бюджет Архангельской области был перечислен трансфер на сумму 17 миллионов рублей на приобретение для нужд муниципального образования Ленский муниципальный район, каналы промывочной машины, машины вакуумной, светодиодных светильников, автомобили скорой медицинской помощи, автобуса для пассажирских перевозок по маршруту Урдама-Ярец. Один из сторонников проекта ШИС – местный предприниматель Сергей Литвинов. Он возглавил только что созданный в районе фонд социальных инициатив, который должен стать инструментом для привлечения в район дополнительных инвестиций. Наша цель, она, собственно, понятная и простая. Мы хотим развивать наш район. Начнем с переработки отходов, начнем с уборки несанкционированных свалок, будем заниматься вопросами раздельного сбора, будем решать все вопросы. Светлана Дейнека, Регион-29. Десять проб фальсифицированной молочной продукции обнаружили специалисты Роспотребнадзора в минувшем году. Они ежегодно проводят отборы и исследования проб товаров с полок магазинов Архангельска. В прошлом году специалисты проверили более 70 торговых точек. В 2018 году управлением Роспотребнадзора Пархангельска области было выявлено 10 проб фальсифицированной молочной продукции. В отношении производителей данной продукции приняты меры административного реагирования. Управление Роспотребнадзора Пархангельска области призывает потребителей быть бдительными при выборе молочной продукции, обращая внимание на маркировку стоимости продукта и его производителя. С 1 июля этого года, согласно постановлению правительства, молочные и молокосодержащие продукты должны будут стоять на разных полках. А пока покупателям нужно внимательнее относиться к тому, что они кладут в свою корзину. Также до 4 февраля действует горячая линия по качеству и безопасности молочной продукции. Телефон на ваших экранах. За последний месяц в России произошли две трагедии из-за невнимательности при обращении с бытовым газом. В Магнитогорске, что в Челябинской области и шахтах, это Ростовская. Массовые проверки оборудования прошли и в нашем регионе. Представители газовых служб все чаще обращаются к нам, чтобы мы были предельно осторожны в переобращении с голубым топливом. Александр Ширяева расскажет, что нужно делать, если в квартире пахнет газом. Бытовой газ не только помощник в повседневной жизни, но и источник опасности. Мастер Андрей Шатов почти каждый день рассказывает жильцам о мерах безопасности при использовании голубого топлива. Запрещено пользоваться газовыми приборами в помещении, где неисправны вентиляционные каналы. Запрещено оставлять газовые корелки в зажженном виде без присмотра. Запрещено развешивать над газовыми приборами белье для сушки. Запрещено ремонтировать своими силами газовое оборудование, а также его заменять. Проверку оборудования раз в год проводят только специалисты газовой службы, обслуживающие ваш дом. Даже если плита не вызывает опасений, лучше подстраховаться. Отказ от заключения договора и отказ в обеспечении допуска для выполнения работы является основанием для переостановления подачи газа. А также влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Но самое главное – это безопасность и бдительность. Ваша жизнь зависит от самых первых действий в случае, если вы почувствовали запах газа в квартире. Вам необходимо немедленно прекратить использовать газоиспользующее оборудование, перекрыть краны как на самом газоиспользующем оборудовании, так и на газопроводах, подводящих к плите или котлу. Проветрить помещение, открыв окна, форточки, фрамуги. Покинуть помещение и вызвать аварийно-диспетчерскую службу. Аварийно-диспетчерские службы работают круглосуточно. Номер телефона указан в вашем договоре на обслуживание газового оборудования. Александра Ширяева, Светлана Михеевская, Регион 29. Власть Тивельска сегодня весь день думает, куда расселить погорельцев. Накануне поздно вечером произошел пожар в многоквартирном деревянном доме. Строение 1962 года. В нем были прописаны 45 жильцов. Правую половину дома удалось отстоять, она огнем не затронута. Огнем пострадало около 7 квартир. От воды пролили также около 7 квартир. В результате пожара погиб один человек. И один человек пожар доставлен в Мельску Свербел. В настоящее время переведен в травматологическое деревение. На месте возгорания было обнаружено тело мужчины, который проживал один. Следователи начали свою проверку. Пока же предварительная версия гибели – неосторожное обращение с огнем при курении. Точную причину пожара установит специальная лаборатория, которая уже работает в Вельске. Порядка полутора тысяч обращений от детей и их родителей принял региональную полномочные по правам ребенка в прошлом году. Еще более 400 поступило в общественную приемную. Итоги работы за 2018-й омбудсмены подвели сегодня в региональном правительстве. Всего таких специалистов, которые помогают детям и их родителям справиться с проблемами разного рода, в Архангельской области – 222 человека. Какие вопросы в прошлом году были на повестке чаще всего? Анна Рязанова расскажет. В статусе детского омбудсмена Новодвинска Ольга Каширская трудится уже три года. Притом на общественных началах. За это время на средства выигранного гранта Ольга реализовала проект «Правовая школа детей по морю». Теперь студенты старших курсов на уроках разъясняют ученикам их права и обязанности. Когда занятия проходят, это могут быть и конкурсы, это могут быть и различные викторины, спектакли ставятся, то школьники принимают очень активное участие в этом. Подвести итоги работы за 2018-й год вместе с Ольгой Каширской на традиционном семинаре-совещании собрались детские омбудсмены со всех районов региона. Основную непосредственную роль играет, конечно, уполномоченный по правам ребенка в муниципальном образовании, потому что он находится рядом, ему проще сходить, допустим, в то или иное учреждение, посмотреть, проверить, разобраться, принять какие-то уже конкретные решения по данному вопросу. У нас уже 222 уполномоченных по правам ребенка в школах, в образовательных организациях. Среди часто задаваемых – вопросы, касающиеся образования, семьи и жилья. В Холмогорском районе институт уполномоченных существует второй год, к нему жители еще не привыкли. Наверное, потому почти все обращения поступают в виде анонимных звонков. Дети обращаются ко мне, даже на улице несколько случаев было, обращались, подходили и спрашивали, ну, вот что мне, как, что вы посоветуете, может куда-то обратиться. Конечно, пытаемся всем помочь. Чаще всего люди не понимают законодательство наше, и вот им надо помочь в разъяснении этого законодательства. За прошлый год к главному детскому омбудсмену области лично обратилось больше полутора тысяч детей и их родителей. Несмотря на то, что институт уполномоченных разрастается, омбудсмены мечтают, чтобы ежегодное количество обращений о помощи не выходило за тысячу. Как это происходит, к примеру, в соседней Вологодской области. Для детское население практически такое же, как и в нашем регионе. Анна Рязанова, Ольга Красулина, Регион 29. Северному управлению гидрометеослужбы выплачена компенсация в 500 миллионов рублей. Такие средства потратило предприятие за прошлый год для того, чтобы минимальный размер оплаты труда начислялся с учетом северных надбавок. Хотя по закону деньги на это должны выделяться из федеральных ресурсов. Как добились правды, узнал Михаил Меньшини. Профсоюз авиационных работников, в категорию которых входят и сотрудники Сев гидромета, с марта 2017 года требовал разобраться с порядком начисления заработных плат. В итоге 1 января 2018 размер МРОД был увеличен, но только на бумаге. Денег на эту прибавку не было предусмотрено, и управлению гидрометеослужбы пришлось из собственных резервов искать средства на доплаты сотрудникам. Профсоюзы обратились с просьбой разобраться с проблемой депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Дмитрия Юрхова, который, руководствуясь решением Конституционного суда России, обратился с запросом в Генеральную прокуратуру. Управлению были выплачены порядка 500 миллионов рублей. Но вопросы пока еще остались. Сейчас получается интересная картина, что первый разряд – это неквалифицированный труд получает МРОД с северными надбавками, и уже пятый разряд, инженерный разряд, получает тот же самый МРОД с коэффициентами. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый разряд получают одинаковую сумму. Такого не должно быть. Инженер не должен получать МРОД с северными. То есть это где-то в этом году, с 1 января, 19 тысяч. Кроме того, существует проблема с предоставлением пайковых наборов для людей, работающих на отдаленных метеостанциях. На них сотрудники гидрометеослужбы проводят по 2-3 года. С 2015 года не индексировались пайковые наборы для людей, которые работают на дальних отдаленных станциях. С 2015 года. Так вот, уже предусмотрены эти деньги. Тоже на этот год более 500 миллионов рублей, а на следующий год это уже миллиард 200. Предусмотрены для того, чтобы вот эти пайковые индексации людям произвести по продуктам питания. Помимо этого у профсоюзов остается вопрос повышения пенсионного возраста. Они добиваются, чтобы на Крайнем Севере и приравненных к таковым возраст выхода на пенсию вернули. 50 лет для женщин и 55 для мужчин. Этот вопрос сейчас обсуждается на федеральном уровне. Михаил Меньшинин, Светлана Михьевская, Регион 29. Сегодня Архангельск простился с заслуженным врачом России Александром Фуртиковым. Ему было 70 лет, 30 из которых Александр Яковлевич был главным врачом областной детской стоматологической поликлиники. При нем она стала ведущим учреждением здравоохранения региона. Коллеги говорят, Фуртиков щепетильно подходил ко всему. От выбора мебели для пациентов до закупки оборудования. Благодаря Александру Фуртикову были проведены уникальные исследования. Поликлиника стала научной базой кафедры детской стоматологии СГМУ. И это позволило сохранить детскую стоматологическую службу, ее развить и внедрять все эти годы новые современные технологии, несмотря на все трудности. В этом огромная заслуга Александра Яковлевича. Александр Фуртиков награжден знаком отличник здравоохранения, а в 2001 году получил звание заслуженный врач Российской Федерации. Сейчас короткая реклама, далее продолжим. Огромный выбор шуб от зимней сказки. Цельная норка 25 тысяч рублей. Архангельск с 29 января по 3 февраля. ТЦ Корона. Это «Автогровня». Спасибо всем, кто остался с нами. В этом году вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Что касается домашних питомцев, то теперь хозяева во время прогулки обязаны убирать за своими четвероногими друзьями. Иначе штраф 4 тысячи при повторном нарушении около 20. Кроме того, согласно документу, выгуливать питомцев необходимо только в специально отведенных для этого местах. Но если их найти в Архангельске довольно-таки сложно, то убирать за собакой вполне по силам каждому из нас. Наталья Пулина убедилась. Это Джек. Дважды в день он отправляется на прогулку со своей хозяйкой. В свои 12 Лида Игнатьева уже знает. После питомца на улице не должно оставаться неприятных сюрпризов. Родители начали мне запрещать, потому что дело даже больше в экологии. И поэтому я всегда выхожу с этим приспособлением, всегда с пакетиком. Даже беру с собой парочку запасных, если иду на долгую прогулку на набережную или еще куда-нибудь. Не стыдно убрать, а стыдно оставить, считает отец Литы Григорий. Это он осознал уже после рождения своих детей. Теперь этой заповеди следует и вся семья. Жена и мама у меня пользуются просто пакетиком. Убирают за животными экскременты. А мы с детьми ходим вот с таким приспособлением. Нам очень нравится и оно очень удобное. Совок Григорий заказал на специальном сайте почти 10 лет назад. Сейчас это все намного ближе. Оказывается, в наших местных зоомагазинах также можно приобрести подобные приспособления. Например, вот такой гигиенический совок. Легким движением руки мы выдвигаем специальные ручки. Работит он по вот такому же принципу. И в комплекте к нему идут специальные гигиенические пакеты. Совки – специальные чехлы для пакетов, обычных и биоразлагаемых. Все это можно приобрести, просто зайдя в ближайший зоомагазин. Но интересуются ли такими товарами северяне? Если честно, спросом они практически не пользуются. Это такая группа товаров, которую спрашивают единичные покупатели. Один-два человека. И они приходят за ними постоянно. Нужны ли вообще такие товары и как к ним относятся архангелогородцы? Нормально, хорошо отношусь. А сами-то убираете? Да, конечно. Вот у меня пакетик в кармане. Убираете ли вы за своим питонцем на улице? Сейчас он в куст залезает, я туда не могу по себе. А летом – да. С самого начала, как завели. Потому что мы же здесь и живем, и гуляем. Не очень приятно смотреть на собачьи экскременты. Смотреть на сюрпризы четвероногих друзей не хочется и администрации города. Поэтому чиновники разработали специальный проект с множеством мероприятий. Просветические мероприятия и изготовление наглядной агитации, ее распространение, установка запрещающих знаков. Кроме этого, установка диспенсеров с так называемыми док-пакетами и урн для собачьих экскрементов. Планируется, что урны начнут появляться во всех городских округах уже весной. Возможно, это станет первым шагом к тому, чтобы в предложении «Убрать нельзя оставить», запятая стояла в нужном и единственно правильном месте. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29. С 4 по 8 февраля уже в третий раз в Архангельской области пройдет третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Как готовимся и все другие особенности чемпионата мы обсудим сегодня с министром образования и науки Архангельской области Сергеем Котловым. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Чтобы поговорить о нынешнем чемпионате, который стартует, как я уже сказал, 4 февраля, давайте вспомним два предыдущих. Вот на ваш взгляд, что показали они? Они показали готовность нашей системы видоизменяться, двигаться вперед, усовершенствовать свою базу, ну и вести подготовку специалистов для всех отраслей Архангельской области по новым стандартам. Если говорить о динамике, то сегодня уже 32 профессиональные организации, в том числе два вуза, будут участвовать и участвуют в организации проведения этого большого чемпионата. Используются самые современные технологии, используется самое современное оборудование. Не все даже организации, для которых мы сегодня готовим кадры, располагают такими технологиями. В чем будет отличие третьего чемпионата? Какие появились новшества? Мы с каждым чемпионатом стараемся брать новые компетенции для себя и соревноваться по новым компетенциям. В этом году прирастаем по поварскому делу и по сварочным технологиям. Ну и плюсом мы взяли три компетенции из разряда Junior Skills. Это ребята до 13 лет, школьники, по сути дела, которые будут тоже соревноваться на площадках наравне с студентами профтеха и вузов. Я еще знаю, что вы сконцентрировались как-то в одном месте, да, ушли из центра и вот перенеслись в ваши подведомственные техникумы туда. Те средства, которые сегодня выделяет регион, это более 45 миллионов рублей, концентрировать для того, чтобы, так скажем, убивать три зайца. Первое – это модернизировать мастерские и наши профессиональные образовательные организации, чтобы у нас была возможность вот такого уровня чемпионата проводить. И третье – это сегодня исполнение федерального государственного стандарта, проведение демонстрационного экзамена. То есть оборудуя стационарно площадки, мы ведем ежедневную подготовку ребят на этом новом оборудовании, они убираем его куда-то на склад. И создаем сетевые центры для того, чтобы демонстрационные экзамены, которые нужно сдавать сегодня по новым требованиям федерального стандарта, мы могли проводить на этом же оборудовании и ребята получали диплом без какого-либо ущерба. Программа третьего чемпионата, она достаточно насыщенная. Это не только соревновательный процесс, который сам по себе очень интересен и который, мы надеемся, посетит более трех тысяч школьников и гостей, но и запланированы две большие программы – профориционная программа и деловая программа, на которой мы обсудим перспективы развития движения, модернизации наших профессиональных образовательных организаций. Ну и создадим условия для того, чтобы те, кто придет посмотреть на соревновательный процесс, более полно и масштабно ознакомились с теми профессиями, которые сегодня можно получить в нашем регионе. Работодатели, отсматривая сам процесс соревновательный, уже для себя кадры подбирают. И мы имеем замечательные примеры, когда ребята, выпускники трудовыстраиваются просто легко и достаточно хорошую заработную плату получают на рабочих местах своих. Количество участников растет, это 113 ребят. Плюсом к нам едут из пяти регионов. Это Москва, Подмосковье, Коми, Питер, Дагестан. То есть линейка широка. Есть к чему стремиться. Да, я считаю, что мы прирастаем, прирастаем качественно каждый год и будем стремиться совершенствоваться. Я желаю вам удачи в проведении. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо. Министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов был сегодня гостем программы «Автограбня». С 8 утра завтрашнего дня в школах начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек. В первую очередь документы примут от граждан, которые проживают на закрепленных за общеобразовательными учреждениями территориях. В Архангельской области это можно сделать как в печатном, так и в электронном виде через портал госуслуг. Единственное требование, что в течение 7 дней необходимо прийти в школу и предоставить оригиналы документов. При подаче заявления в электронном виде будет присвоен номер, который придет пользователь по электронной почте, и он уже будет знать номер, какой он в очереди, каким он подал заявление. Прием продлится до 30 июня, а уже с 1 июля по 5 сентября заявление можно будет подать в любую школу, независимо от места проживания будущего первоклассника. Вопросы реконструкции больницы в Урдомес, строительства в Яринске, нового здания начальной школы, создания в Ленском районе фонда социальных инициатив и поиска инвестиций для развития санатория Сальвычегодск. Все эти задачи обсудила с местными активистами депутат Госдумы Елена Фторыгина. В эти дни единоросс Елена Фторыгина работает в Поморе в рамках региональной недели депутата Госдумы. Берет на личный контроль решение наиболее актуальных проблем. Тот же детский сад в Урдоме падает на голову нашим детям. 198 детишек находятся в зданиях 30-х годов. Нужно срочно строить там детский сад. Не успели в рамках федеральной целевой программы детские сады детям, значит сейчас будем за свой счет строить детский сад. Люди-то нам верят, понимаете, каких-то ждут решений конкретных по всем этим вопросам. И вот моя задача, чтобы вот эту веру не потеряли люди в нас. Если я приехала, должна быть обязательно обратная связь. Обратную связь получили и те, кто пришел сегодня в общественную приемную Единой России на встречу с депутатом. Архангелогородка Нина Хлыбова вместе с коллегами из Гайдаровской библиотеки вынашивает идею провести областной конкурс «Мишка, кедр, шишка». Через рисунки, литературные произведения, создание мультфильмов хочет приобщить детей к природе, научить ценить окружающий мир. У нас просто есть целое поколение детей, которые не знают, что такое вообще лес. Там не были, они забыли, что такое мишка, зайка. Но уже целое поколение детей, понимаете. Поэтому нужно вернуть. А странить от гаджи, правильно Лена Андреевна сказала, это вот действительно только через природу. На организацию конкурса, а главное, поездку победителей на экологические и культурно-исторические экскурсии в Москву требуется 110 тысяч рублей. Депутат Госдумы обещала посодействовать. И только что у меня были дети из Березника в Госдуме. Тогда давайте как-то сейчас решим, что я вам организую всю поездку в Москву. Такая же вот сумма прекрасная. Завтра с багажом новых задач и наказов избирателей Елена Вторыгина сама отбывает столицу, чтобы уже в стенах Госдумы отстаивать интересы жителей Поморья. Алексей Карельский, Светлана Михеевская, Регион 29. Благодарю всех, кто нас смотрит. Спасибо коллегам, с кем делаем эту программу. Будьте все здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...